Здравствуйте, меня зовут Алина и добро пожаловать на мой канал. Дорогие друзья, сегодня делаю такой вот очень-очень рождественский десерт. Рождественские сухофрукты. Это груша, вымоченная в глинтвейне. Именно такую грушу я добавляю в новогодние рождественские подарки. Сегодня готовлю специально для моего друга Натальи из города Харькова. Поскольку вкус этих груш просто непередаваемый. Они мягкие, они ароматные, они в меру сладкие и очень-очень вкусные. Этот рецепт довольно простой, поскольку я уже использую готовый глинтвейн. Я покупаю глинтвейн хорошего качества, поэтому в результате я уверена. Как оказалось, что этот рецепт даже проще готовить, чем цукаты. Для этого мне нужно будет 750 мл глинтвейна готового уже, 150 мл любого ягодного или фруктового ликера, 150 г сахара, 2 столовых ложки меда, сок 1 лимона, и цедра лимона или апельсина. Все. Ну и, конечно же, 2 кг груш. Самое главное сейчас это приготовить сироп, в котором будут мариноваться груши. Мне нужна будет кастрюля, большая желательно, чтобы в нее можно было нормально погрузить 2 кг очищенных и разрезанных на половинке груш. Начну с приготовления сиропа. Я выливаю уже готовый глинтвейн. Также ликер. И все ингредиенты, что у меня есть. Добавляю сразу же сахар, лимонный сок, цедру апельсина, или лимона, когда как. И 2 столовых ложки меда. Теперь эту всю смесь я хорошенько перемешиваю и буду ставить на плиту на средний нагрев. А тем временем сейчас очищу груши. Кипятить нам этот сироп не нужно. Главное очень-очень хорошо нагреть. Сейчас мне нужно груши очистить от кожицы и разрезать пополам. А также вынуть сердцевинку. Я делаю это так. Обычным ножом. Можно овощечисткой, но мне удобнее именно так. Груши нужно брать обязательно очень плотные. Разрезаю грушу таким образом, чтобы на одной половинке хвостик остался. Сердцевинку я буду вынимать именно специальным ножом для удаления сердцевины у яблок. Но если нет, можно и обычным. Делаю это вот так. Вот так выглядит половинка груши. Ну и на примере этой груши еще покажу. Просто вот таким ножом очень удобно это делать. Итак, мой сироп уже очень хорошо нагрелся. Я надеюсь, вам видно, что идет пар. Он очень горячий. Я не знаю, какая температура. Но может быть градусов 80. Теперь моя задача эти груши опустить в сироп. Все грушки одна за другой. Этого количества сиропа как раз хватает на 2 килограмма груш. Сироп вот этот вот можно будет использовать еще один раз для такой же партии груш. Возможно, кажется, что места маловато и не все поместится. И как бы не покрывает груши, ничего страшного. Груши немножечко осядут, когда они наберут немножко влагу. И все там всего хватит. Всем грушам хватит сиропа, чтобы хорошо пропитаться и набрать аромат и вкус. Теперь кастрюльку можно накрыть крышкой и оставить в покое до полного остывания. Так, у меня прошло уже часа 2, наверное. Груши немножко осели. Уже сироп полностью остыл. Всю эту массу я ставлю на плиту, на средний нагрев. Нагреваю до очень горячего состояния. И потом оставлю в покое мои груши от 12 часов до суток. Чем больше груши стоят в этом сиропе, тем более яркой краски они будут. У меня прошли сутки, и вот так выглядят груши. Вот так они пропитались. Грушки стали красивого такого цвета. Теперь я буду их сушить. Выкладываю груши просто вот так. Без разницы, какой стороной они будут лежать на сушилке. Груши я укладываю всего одним рядом, немножко оставляя расстояние между. Сушить буду при температуре 60 градусов где-то 14 часов. Но каждый раз это разное время. Поэтому я обязательно буду наблюдать, смотреть и обязательно вам все покажу. Прошло 14 часов. Вот так выглядят груши. Сейчас покажу ближе, постараюсь показать. Но они еще не провялились, не высохли. Так как надо. Вот они уже не липнут. Вот эта грушка уже хорошо. Но вот внутри я чувствую, что ей нужно еще подсушиться. Я думаю, так же и остальные. Вот это еще мягче. Поэтому я обязательно оставляю еще досушиваться. Также оставляю температуру 60 градусов еще часов на 6. Но у всех разные сушилки, разная плотность груш. И допустим у меня они были очень толстенькие. Вот эта грушка прям чувствуется, что она внутри еще такая живенькая. Ну даже не знаю, как это объяснить. Просто чувствуется, что она еще не высохла. Конечно, если резать грушки на четвертинки, то сохнуть будет быстрее. Но вот половинки они сохнут дольше. Поэтому оставляю еще на 6 часов. Температура 60 градусов такая же. Смотрите, вот так выглядят эти грушки. Вот такие они мягкие, но в то же время они сухие. Они очень ароматные получились. Вот эта грушка немножко толще, но она уже тоже просохла. Уже нет таких ощущения, что внутри вот что-то еще не досохшее. Сейчас покажу разницу, поскольку я ставила сушить груши из обычного глинтвейна и ягодного глинтвейна. Так вот, из ягодного глинтвейна груши получаются немножко ярче. Вот. Так что имейте в виду, когда будете делать, что основа, которую вы берете, она играет большую роль. Каким будет окончательный результат. Смотрите, вот у меня 3 груши были в ягодном глинтвейне, они более яркие. И 3 груши, которые были в обычном глинтвейне. Они более темные. Какую бы основу вы не взяли для этих груш, в любом случае будет очень вкусно. Я вам желаю приятного аппетита. Будьте здоровы. С теплотой к вам. Наша семья Кэрн.